Опасный отдых десятки людей. В эти выходные в Беларуси получили различные травмы, катаясь на тюбинге. Причем переломы руки, ног — это самый безобидный диагноз. На тюбинге великий риск получить черепно-мозговую травму и повредить позвоночник. Тюбинг может вращаться так, что пассажир зачастую теряет ориентацию в пространстве, а спрыгнуть во время движения практически невозможно. В результате такого катания только в столичную больницу скорой помощи доставили пять человек, трое из них в реанимацию. Мы решили немножко поэкстремалить, прокатиться в лесу. Там горка покруче, поинтереснее. Ну вот пару деревьев объехали, а на последнем внизу, на самой большой скорости, я уже видел, что не могу управиться, пытался что-то сделать и бесполезно. В этом году, как никогда, мы наблюдаем всплеск пациентов, травмированных в результате катания на тюбингах. У них диагностирована и черепно-мозговая травма, и переломы, множественные переломы ребер, и ушибы легких. Также множественные переломы различных отделов позвоночника и разрывы внутренних органов. Им по необходимости проведено оперативное лечение, и сейчас состояние расстанавливается как тяжелое. К сожалению, в списке тюбинговых травм есть и печальная статистика. В Могилеве погиб 24-летний парень. Тюбинг на всей скорости врезался в столб. Спасти молодого человека не удалось. Сотрудники Следственного комитета пять раз в эти выходные выезжали на местоподобных происшествий. Специалисты предупреждают, что для такого отдыха необходимо выбирать оборудованные места и иметь хорошую экипировку. Тюбинги – это совершенно небезопасное развлечение. Маленькие дети не могут управлять этим видом спортивного оборудования. Кроме того, следует смотреть также и на места катаний. Лучше всего выбирать оборудованные места, где вы сможете быть в безопасности. А также нужно смотреть, чтобы не было естественных препятствий, с которыми можно столкнуться непосредственно внизу спуска. Потому что проверки, которые сейчас находятся в следственных органах, показывают, что столкновение именно с деревьями, фонарными столбами, а иногда и просто детей между собой, является следствием того, что дети получают тяжелые травмы. В сезон зимних видов спорта в самом разгаре специалисты все-таки надеются на бдительность любителей такого активного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова